Доброе утро! А вы когда-нибудь задумывались о том, что многие не используют текстильные салфетки для сервировки лишь потому, что не знают правила их использования? Сегодня мы с вами поговорим об этом. Сервировочные салфетки текстильные бывают двух видов. Столовая салфетка и чайная салфетка, либо салфетка для завтрака. Отличаются они размером. Столовая салфетка, как правило, 40-42 сантиметра на такой же размер. Чайная или салфетка для завтрака примерно 30-32 сантиметра. Отличаются они тем, что столовую салфетку подают на обед, либо ужин. Салфетку для завтрака подают либо на завтрак, либо к чайно-кофейному столу. Сейчас я расскажу вам, как правильно нужно пользоваться сервировочной салфеткой. Как правило, она лежит у нас обычно либо на тарелке, либо рядом с тарелки. Мы убираем декор, расправляем салфетку не над столом, а рядом и стелим ее на колени. Во время трапезы уголком салфетки мы промакиваем себе губы и салфетка находится на коленях до кончания трапезы. После того, как мы завершили трапезу, мы складываем салфетку слева от тарелки. Чего категорически нельзя делать с сервировочной салфеткой? Первое. Использованную салфетку нельзя класть на тарелку. Второе. Использованной салфеткой нельзя вытирать нос. Третье. Сервировочную салфетку ни в коем случае нельзя заправлять за ворот. Это допустимо, если у вас кушает маленький ребенок, либо вам подают лобстер. Многих интересует вопрос, допустимо ли использовать бумажные салфетки в сервировке? И современная сервировка отвечает да. Бумажные салфетки мы можем использовать в повседневной и праздничной сервировке. В случае, если ваш стол накрыт на 4 человека, то вот такой вот стопочкой мы кладем салфетки в центр, чтобы удобно было дотянуться всем сидящим за столом. Если ваш стол накрыт более чем на 4 человека, то стопочку из салфеток мы делим на два и разносим по разным краям стола. А вы знали, что салфетки в нашу страну привез Петр I из Европы? В то время было расхожее выражение «салфетка вашей милости», которое означало «привычная нам будь здоров», в которой мы говорим чихающему человеку. Надеюсь, вам было интересно, а я желаю вам отличного дня и почаще собираться вокруг стола без повода.